Они приехали в 6 утра, но на счастливых и загорелых лицах не тени усталости. Отдохнули ребята на год вперед. Как отдохнули? Хорошо. Я за вас рада. В море искупались не только некрасовцы. Путевки в Крым получили Нарышкинская и Знаменская школы-интернаты, Орловский лице-интернат, Тростнянская школа и Дворец пионеров имени Гагарина. Это просто восторг от того, что такая возможность есть у детей поехать на море. Тем более в Артек. Я, например, всю жизнь прожила и в Артеке никогда не было. Мечта всех советских детей встретила орловчан как родных. Лучший лагерь мира по версии международного конкурса в Токио. Лучшие программы и, конечно же, самые лучшие вожаты. Вожаты у нас были очень хорошие. И благодаря нашим вожатам 12-й отряд, то есть наш отряд, занял первое место и стал лучшим отрядом. На обед множество вкусностей, концерты, поездка в дельфинарии, экскурсии к горячему камню и знаменитой Аюдак. Ну и, конечно же, море. Два раза в день. Но в один голос с самым ярким впечатлением теперь уже артековцы называют дружбу. Мы в конце смены нам выдавали веревочки, мы на них вязали, как ниточки дружбы. Каждый друг другу вязал ничку на память, чтобы помнили. То есть у тебя столько друзей появилось? Ребята еще и не осознали, что эта смена получилась исторической. Мало того, что это первая орловская делегация в новейшей истории Крыма, на эти две недели выпал и день защиты детей, и впервые в Крыму день России и день рождения самого лагеря. Мы проснулись утром, и все шоколадки лежат в постелях. Мы сначала не поняли, от кого подумали, от вожатых. Потом вспомнили, что день рождения артека, спросили у вожатых, а она говорит, от артеков. Путевки получили только отличники и активисты. Тем, кто в сказку не попал, есть стимул взяться за учебу и дополнительное образование. Этим летом в артек попадут еще несколько сотен орловчан. Дарья Новикова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. Артек наш сердце навсегда!